Все даты выхода игры указаны на момент релиза видео. Всем доброго времени суток! С вами, как всегда, я, Дезертир, и у нас наступает середина лета, хоть и не с очень летней погодкой. Будем надеяться, что вскоре она изменится в лучшую сторону, но я думаю, что игры смогут вас отличить от всех ваших проблем. Итак, давайте приступать к свеженьким релизам июльского месяца, и я готов начать. Что я забыл упомянуть, так это одну очень великолепную игру, которую стоит обязательно пройти. Она называется Valian Heart The Great War. Ubisoft показывает нам историю Первой мировой войны, как бы от лица участвующих. Их судьбы, что им пришлось пережить и одну верную собаку, которая следует по пятам за новыми хозяевами. Подводя итог, я могу отметить, что у них получился вполне интересный экшн-квест. Дата выхода была запланирована на 25 июня. Надеюсь, вы любите бег. Если да, то вот вам и новенький раннер. Infinity Runner. Вам предстоит очень много бегать, ибо эта игра не даст вам остановиться. На лету вы должны уклоняться, продолжать бежать, прыгать, делать различные кульпиты, уничтожать врагов. Иначе у вас ждет смерть. Дата выхода намечена на 1 июля 2014-го. Все из вас помнят игру Hollow Duty Ghost. Уже на днях к ней выйдет дополнение под названием Invasion. Оно добавит, как обычная, пара новых карт и дополнительные сюжетные миссии. Где элитную группу спецназначения отправили расследовать инцидент, произошедший на территории секретного исследовательского центра. Дата выхода намечена на 3 июля 2014-го. А вы помните старых добрых леммингов? Да, именно тех, которые только и пытались, что умереть. Но что же будет, если их заменят слепые мышата? А все просто, получается игра MouseCraft, в которой вы играете за безумного крысы и пытаетесь провести мышата с сыра. Таким образом, чтобы те не померли. Геймплей вполне прост. Выложи безопасный путь и получи сыр. Нет, ну а что вы хотели от мышей? Дата выхода намечена на 8 июля 2014-го. Знаменитая серия RPG-стратегии Kingsbound вновь решила порадовать нас сюжетным дополнением для оригинальных Войнов Севера. И, как всегда, новая Don't Darkseid добавит новый сюжет и локации. А также пару невиданных ранее врагов. Дата выхода намечена на 10 июля 2014-го года. Выходит и инди-проект Abus Odyssey. Это своеобразный экшн-платформер, чем-то напоминающий Трайан. По сути, вам тоже дают три героя и историю. Но в более темном сеттинге. Можно даже сказать, слегка готичном. Но суть и дело это ведь не меняет. Главное, что вы снова сможете окунуться в мир магии, смерти и прокачки своего перса. Причем не одни, а, конечно же, в кооперативе с друзьями. Дата выхода намечена на 15 июля 2014-го года. Вы уже успели пройти Dark Souls 2? Если да, то ловите новое дополнение, добавляющее в игру новые локации и противников. Сюжет Crown of the Sunken King рассказывает о том, как герой отправляется в давно потерянный город, чтобы вернуть корону короля. И вы уже понимаете, что это еще одна часть приятных мучений и попыток пройти игру. Удачных вам смертей в новом дополнении для Dark Souls. Дата выхода намечена на 22 июля 2014-го года. Что вам приходит на ум при упоминании такой игры, как Battlefield? Правильно, зубодробительный онлайн-экшен, перестрелки и уничтожение всего, что вы видите. А что, если я вам скажу, что скоро должно будет выйти дополнение, добавляющее еще 4 карты, новое оружие и еще много чего? Готовы ли вы очутиться в Азии? Ведь именно такой будет сеттинг новых карт. Если готовы, то запоминайте, дата выхода намечена на июль 2014-го. На этой веселой ноте я вынужден с вами попрощаться, пожелать приятного и, надеюсь, теплого летнего отдыха, нагибов в Battlefield и страшных смертей в Dark Souls. Ждите следующий выпуск ближе к августу. Если вам понравился данный ролик, не забудьте прокомментировать и рассказать о нем друзьям. С вами был, как всегда, Дезертир. До новых встреч. Пока-пока.